Дорогие друзья, этот ролик я записываю специально для тех из вас, кто хотел бы приобрести криптовалюту с минимальными потерями на комиссиях. К сожалению, биржа, с которой я уже долгое время работаю, cx.io, прекратила регистрацию новых пользователей. Как они указывают, временно приостановлена регистрация в связи с наплывом желающих зарегистрироваться на этой бирже. Они просто не успевают обрабатывать заявки новых пользователей. Я не знаю, когда они снова откроют регистрацию, в том числе и ряд топовых бирж закрыли регистрации для новых пользователей. И у вас возникает вопрос, а как же нам, у нас нет аккаунтов на биржах, как же нам приобрести этот самый биткоин или другую криптовалюту? Биткоин это лучше, чем валюта. Не обращаясь к обменникам, так как покупая на обменнике вы теряете колоссальные деньги, потому что там курсы отличаются от биржевых, плюс комиссии и так далее. И сегодня я вам расскажу о сервисе, который называется ePayments. И он позволяет приобрести криптовалюту, затратив всего лишь 2,6% от суммы депозита. Причем купить вы сможете криптовалюту Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash напрямую с вашей карточки Visa или MasterCard. Не отключайтесь, самое интересное впереди. В этом выпуске я не буду делать полный обзор данного сервиса, а сосредоточусь исключительно на операциях с криптовалютами. Как вы можете при помощи данного сервиса напрямую с карточки купить криптовалюту, вывести ее на свой кошелек или на биржу и затем, например, с той же биржи или с кошелька вывести обратно на карту. Сколько это вам обойдется и как это сделать. Итак, приступим. Заходим в личный кабинет. Чтобы пользоваться данным сервисом, вам необходимо пройти стандартную процедуру верификации. Как вы можете видеть, мой статус верифицирован. Процедура отняла примерно 5 дней. Ничего в ней сложного нет. Отправляете разворот паспорта, подтверждаете почту, телефон и адрес проживания. Давайте рассмотрим, какими способами можно пополнить данную платежную систему. В ней представлено три счета. Долларовый, евро и рубли. Сразу же вам могу посоветовать пополнять счет напрямую с валютной долларовой карты, чтобы избежать перед конвертацией рублей в доллары. Так как, если вы планируете покупать именно криптовалюту, то она продается исключительно за доллары. Итак, давайте посмотрим, какие способы есть для пополнения. Банковским реквизитом, банковской картой. В этом случае система заберет свою комиссию в размере 2,6% от суммы пополнения. Криптовалютой и Яндекс.Деньгами. Яндекс.Деньги система забирает 2%. Для теста я уже произвел пополнение счета. Минимальная сумма в рублях составляет 700 рублей. Минимальная сумма в долларах 10 долларов. Здесь вводите данные карты и производите оплату. Кстати, сразу же говорю, что минимум на 50 долларов, потому что минимальная сумма для покупки криптовалюты составляет 50 долларов. Чтобы купить криптовалюту, нужно перейти в закладку «Перевести», выбрать вкладку «Криптовалюту». Здесь представлено 4 вида криптовалюты. Биткоин, биткоин кэш, эфириум и лайткоин. Сразу же могу вам сказать, что биткоин здесь не очень выгодно покупать. Немножечко курс отличается от биржевого. И довольно высокая комиссия сети. Если брать биткоин кэш, эфириум или лайткоин, то вы гораздо меньше платите за комиссию. И курс, который здесь представлен, он практически полностью соответствует биржевому. Давайте проверим. К примеру, возьмем биткоин кэш. Здесь продается биткоин кэш по курсу 2762 доллара. При этом комиссия берется в размере 0,001 от этой суммы. То есть составит примерно 2,7 доллара. Давайте зайдем на биржу Polonics и посмотрим, какой курс там. На бирже курс равен 2700 долларам. То есть разница несущественная. Особенно если мы сравниваем с обменниками. Итак, чтобы нам купить, например, завести биткоин кэш на биржу, для этого заходите во вкладку депозит. Выбираем валюту биткоин кэш. Кликаем кнопку депозит. Здесь генерируется ваш кошелек. Копируем его. Вставляем в это поле. Здесь указываем сумму, на которую вы хотите приобрести криптовалюту. К примеру, 50 долларов. В этом поле сразу же указывается та сумма, которая зачислится на ваш биткоин кошелек на бирже. Таким же образом можно пополнить кошелек не только на криптовалютной бирже, а, например, на блокчейн инфо. Давайте я покажу, как это сделать. На блокчейн инфо выбираем закладку биткоин кэш и нажимаем кнопку получить. Здесь высвечивается номер кошелька. Копируем его. И переходим обратно на сайт ePayments. Если мы хотим биткоин кэш хранить на кошельке блокчейн инфо, вставляем сюда этот номер кошелька. Опять же, выбираем сумму для покупки. И через некоторое время кошелек пополнится на данную сумму. У вас наверняка может возникнуть вопрос, а что если я захочу продать криптовалюту и вывести обратно на карточку, с которой я пополнял? Да запросто. Для этого вам нужно зайти во вкладку пополнить, выбрать закладку криптовалюты. Здесь вы выбираете сумму, которую вы хотите получить в долларах. Например, 300 долларов. Сразу же идет расчет. Но в биткоинах, опять же, это не очень выгодно. Берем, для примера, наш любимый биткоин кэш. Для простоты расчетов, скажем, 100 долларов. Система подсчитывает сразу же, какое количество биткоин кэш вам надо отправить на этот кошелечек. 0,387. Курс 2583. Ну, не совсем чтобы выгодно, но тем не менее, все равно, если сравнивать с обменниками, это гораздо выгоднее. Сюда мы копируем биткоин кошелек, с которого мы производим выплату. Ну, давайте возьмем тот же блокчейн инфо. Нажимаете кнопку получить, чтобы скопировать адрес вашего кошелька. На случай возврата операции, копируем в это поле ваш кошелек. Так, нажимаем далее. Здесь также генерируется кошелек. Вот этот кошелек мы копируем. Нажимаем на блокчейн инфо, кнопку отправить. Вставляем сгенерированный на ePayments номер кошелька сюда. И указываем сумму для отправки. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Копируем сумму для отправки. Вставляем сюда, в это поле. И нажимаем кнопку продолжить. Подтверждаете операцию. И деньги зачисляются на платежную систему ePayments. Вы хотите вывести деньги обратно на карточку. Что делаем? Нажимаем кнопку перевести. Выбираем вкладку банковскую карту. Комиссия за вывод денежных средств на карточку в данной платежной системе составляет 3,5%. Итак, выбрали сумму. Нажимаем далее. Подтверждаем операцию. И денежные средства зачисляются на карточку. Подведем итоги. Для того, чтобы пополнить счет на платежной системе ePayments, мы потратим 2,6%. Далее мы покупаем криптовалюту и немножечко тратим на разницу курса и платим за перевод криптовалюты на кошелек. В дальнейшем мы переводим обратно криптовалюту ePayments и выводим на карту, заплатив 3,5% за перевод на карточку. Если же вы планируете регулярно пополнять и выводить деньги на этой платежной системе, то я вам настоятельно рекомендую заказать карточку ePayments и тогда вы не будете платить комиссии за пополнение счета и за вывод денежных средств на карточку. Тарифы за обслуживание карточек вы можете найти на сайте. Также на этом сайте работает партнерская реферальная программа. После регистрации вы можете зайти в этот раздел и ознакомиться с ней. Также можно сформировать свою ссылку партнерскую и привлекать пользователей на эту систему, которая будет вознаграждать ваши старания. Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте лайк. Ссылка на регистрацию в этой платежной системе находится в описании под роликом. Всем счастливо! До изобретения биткоина нам с вами, чтобы перевести денежную операцию онлайн, приходилось пользоваться услугами третьих лиц. Он впервые предложил способ произвести обмен валютой между двумя людьми онлайн без посредников со стороны. Он полностью децентрализован. Именно в этом и заключается уникальность биткоина. Субтитры создавал DimaTorzok